всем привет кто присоединяется привет привет и сегодня мы рисуем с вами вот такое вот яблочко проведу сегодня эфир очень давно не проводила и вот возник вопрос как нарисовать такое яблоко как передать и объем яблоку и текстуру дерева поэтому за основу взяли решили взять вот это вот яблоко оно достаточно такое неизвестно откуда вырезана видно что его откуда-то какой-то был у него фон у этого яблока то есть мы не знаем у него было какое-то окружение но его сейчас нет поэтому мы с вами будем привет привет всем будем решать как это яблоко вот хочется нам нарисовать деревянное яблоко и мы будем рисовать его так как так как мы его видим так как надо то есть будем его подстраивать под свои желания скажем так они прям тупо перерисовывать с картинки скажите кто со мной сегодня рисует хорошо ли меня слышно как видно приподнимусь пока посмотрю напишите слышно ли меня слышно отлично ну хорошо я тогда не буду долго это долгие разговоры суть сегодняшнего эфира нарисовать яблоко если у вас по ходу будут какие-то возникать вопросы пишите задавайте эфир я сохраню по крайней мере я постараюсь надеюсь что инстаграм не подведет я не затуплю где-то вот поэтому давайте рисовать значит наше яблочко она формы шара начинаю я с того что намечаю себе центр композиция чтобы наш наше яблочко никуда не ушло за пределы листа сильно большим я его делать не буду чтобы передать только самое главное что можно то есть я намечаю габариты нашего яблока тут немножко мне будет мешать планшет и возможно будет немножко фокус у меня убегать в этом телефоне к сожалению телефоны не идеальные с этой с этим фокусом честно говоря уже бороться устала общем я рисую яблоко взяла пожирнее карандаш то есть ну что в основе яблока лежит шар вы можете для начала прорисовать себе шар наметить центр придерживаться этого центра а потом уже подкорректировать форму яблоко референс и все себе сохраняли если будет нужен референс он есть так он есть в stories но если что я пришли я чуть-чуть подальше отодвину чтобы мне там не мешает планшет неудобно в общем я рисую небольшое яблоко но стараюсь чтобы она была этом она достаточно симметрично относительно можете провести ось вот эту вот ось вращение то есть это у нас яблочко формы такой больше шара и вот здесь вот прорисовываю его вот эту вот штучку то здесь достаточно все просто нету здесь над чем сильно строить что-то думать листочек здесь так прилип мне это не очень нравится я не листочек сделаю немножечко повыше здесь оставлю небольшой зазор я буду периодически поднимать голову и смотреть спасибо не обожает это очень приятно буду периодически поднимать голову смотреть что вы пишете и если есть вопросы задавайте сегодня у нас должен был быть вебинар с моими студентами на моем курсе но вот мы вот единогласно решили что мы лучше сделаем такой вот дополнительный урок и разберем как рисовать текстуру дерева на объемном предмете надеюсь я буду периодически вставать чтобы видеть ровно ли у меня выходит яблоко потому что я зафиксировала лист я его не кручу чтобы было вам удобно смотреть то есть я вскована вскована в движениях потому что ну сами понимаете потому что это видео здесь немножечко вот так и в общем то можно сразу переходить к цвету убираю лишние линии построения вот построили форму то есть что я сделала я сначала себе взяла какой-то центр ну здесь у меня мешает планшет можно было чуть-чуть сюда сдвинуть мое яблочко но главное чтобы вы поняли именно как работать с цветом в данном уроке они с формы потому что форма здесь элементарно простая если вам сложно с формой ищите центр строите шар а потом добавляйте и сокращайте детали то есть низ яблоко уже вверх больше шире раскрывается то есть посмотрите внимательно на ваши на ваш референс и вам будет понятно отходите от работы вот построили эскиз встаньте отойдите от от своего наброска пока посмотрите на него в зеркало сфотографируйте вы будете видеть все изъяны вот нарисовали набросали наш эскиз и теперь я подбирала здесь немножко оттенки но мы что здесь видим нашем яблоки здесь у нас желто-коричневые оттенки тут гадалки не ходи немножко есть таких вот оранжевых считываются оттенки то есть ну за за основу и будем брать подобные оттенки начнем с самого светлого желтого у меня это скетч маркер и 24 но он плоховато пишет если что я его заменю на патентейт вот такой вот серовато желтый оттенок достаточно светлый и покажу вам патентейт то есть на что вы можете ориентироваться заодно и вот будете видеть разница есть или нет в маркерах вот есть такой более лимонный а 12 в патентейте вот мне больше нравится а 12 вот этот вот 24 скетч маркер в данном случае он больше к дереву подходит я но он у меня не зальет все яблоко с ней вы не хватит поэтому я возьму придется взять этот желтый но берете из своего арсенала самый желтый светлый и мы заливаем по контуру с широким долотом заливаем наше яблоко пока это просто первый слой и сейчас мы с вами определимся откуда у нас будет падать свет можно на это яблоко даже не смотреть здесь очень все искажено почему здесь фиолетовый оттенок явно он отражает что-то либо это окно либо там что-то стоит в окружении то есть этот блик фиолетовый он здесь сбивается панталыку всю всю нашу композицию здесь свет падает как будто бы с нашей стороны сверху мы для себя определим свои свои какие-то векторы света и так лучше всего делать всегда когда вы не знаете как вам быть со светом и тенью это первое такое вот правило которое очень удобно использовать и так естественно свет как правило падает сверху ну давайте придержимся с того что ну пусть он падает вот отсюда да пусть он падает отсюда значит здесь у нас будет самое светлое будем более-менее как здесь делать но здесь будет у нас блик самое светлое место дальше у нашего яблока будет немножечко потемней будет полутень то есть вот здесь вот можно уже добирать вспоминаем как правило светотени если не помните можно прорисовать быстро шар и проработать что у нас зачем но тут по сути тот же шар и есть то есть свет куда падает то есть вот вот это место куда свет падает под углом 90 градусов это будет блик это будет самое светлое пятно на нашем яблоке все остальное чем дальше рассеивается лучи света и меняют свой угол тем темнее темнее становится тень полутень то есть сначала у нас идет блик это свет дальше идет у нас от блика полутень вот она будет окутывать то есть самая светлая пятнышко у нас также маркером видите уже не трогаю вот это наше бликовое место я прохожусь аккуратненько вокруг потом у нас вот где-то примерно с этого места вот здесь вот в нашем яблочке начинается уже теневая часть то есть это уже будет собственная тень яблока вот здесь вот и самый низ он тоже будет весь в тени но мы должны помнить про рефлекс и помнить то есть рефлекс это тоже более высветленная то есть это будет более светлое пятно вот это вот край более светлое пятно чем собственная тень но темнее этот рефлекс по тону чем полутень это надо помнить и знать вот вот уже фактически у нас яблоко имеет какой-то объем смотрю на ваши комментарии сейчас посмотрю никто мне ничего не писал спасибо мне нравится как вы рисуете спасибо большое так если будут вопросы пишите и теперь я перехожу плавненько к более темному маркеру можно подобрать уже ближе к деревянной какой-то фактуре подбираем что-то больше больше бежевого можно из патентейтов опять же взять 83 вот такой вот оттенок он уже ближе к дереву то есть у нас самая светленькая будет желтенькая и вот пошли потихонечку опять же набирать то есть поскольку свет оттуда здесь у нас тоже будет уже более темно и край тоже будет немножечко с рефлексом край нашего яблочко и опять же вот здесь вот будет самое темное место но опять же учитываем еще и сам цвет яблока да сам его тон то есть можно вот этим же оттенком забрать вот этот вот листочек избавляться от белых пятен мне немножко будет виден карандаш но ничего страшного еще для тех кто ну еще только начинает маркерами если вы приведете маркером по карандашу вы уже его не сотрете то есть если у вас какой-то скетч темный намечается то это не страшно а если светлые какие-то пастельные оттенки то карандаш может вам мешать поэтому убирайте клячкой карандаш чтобы он вам не мешал здесь проходим все вот этим и теперь вот тем восемьдесят третьим задаем уже такую больше деревянный оттенок яблоку фактуру самого дерева мы начнем прорабатывать уже в самом конце дадим немножко подсохнуть нашему маркеру так немножечко здесь смотрите еще если свет падает отсюда возможно будет падать тень от вот этой вот веточки с листочком и помним что как у нас тут идет смотрим как у нас идет здесь наше яблочко здесь еще если рассмотреть референс у яблока можно увидеть опять же вот смотрите яблоко было в каком-то окружении мы не знаем на чем оно стояло у него нету тени падающей да мы видим хотя она конечно же должна быть и здесь слишком темный низ у нее у этого яблока да здесь самая теневая сторона будет но еще возможно там дает рефлекс то на чем стоит это яблоко то есть вот здесь сложно сориентироваться данный референс он не самое лучшее поэтому я всегда призываю если вот вам хочется идея вам понравилась то как идею можно брать но как просто слепое срисовывание не пойдет здесь в данном случае здесь уже нужно больше думать как будет падать свет и тень вот пока я работаю 83 жду пока подсыхает и набираю еще немножечко всем привет кто присоединяется есть еще немножко я добираю вот этим первым нашим оттенком таким образом мы уже будем получать плавный плавный период но опять же здесь сильно ровную растяжку можно и не добиваться особо сильно потому что уберу немножко лишнее где еще виднеются потому что все-таки это фактура дерева и а у нее такие оттенки достаточно неравномерные вот я уже так хорошо залила и пока вот эта вот часть будет сохнуть я пока поработаю над цветом вот этого вот листика он уже такой достаточно коричневый для тех кто только начинает знакомиться с маркерами я советую заводить вот такие вот себе выкраски ваших маркеров и вам будет легче ориентироваться по цвету мне конечно для этого яблока очень нравятся вот эти три оттенка 112 114 и 118 это стайл файл маркеры я их правда привезла из из литвы уже пора их заправлять они заправляемые но весь класс в них в том что они кисть они кисти браша у них кисть браш но я понимаю что не у всех она есть и не у всех могут быть браши но тут можно и с широким долотом в принципе выйти из тем же положением и вот смотрите здесь яблочко она как бы собрана из каких-то деталей здесь фактура помимо того что есть рисунок здесь еще и фактурный рисунок идет то есть как будто бы дерево брашировано у него есть то есть здесь вот эти вот волокна цветные это одно а вот тут еще идут волокна они именно дают фактуру ощущения вот этого вот дерево скорее всего это какое-то броширование и специально такую текстуру придавали этому яблочку поэтому здесь можно прорисовать эти именно вот эту вот вот эти вот слои да вот эти кольца которые были вот они так были нанизаны друг на дружку можно в принципе на них акценты и не делать вот и пока вот я сейчас еще прорисую веточку начинаю потихонечку затемнять смотрите я кисть не беру хотя это очень удобно но я хочу показать что не важно чем вы рисуете кисть у вас или долото или пуля всегда можно выйти из положения и при приспособиться рисовать тем что у вас есть и и я не призываю например брать идти сразу покупать какие-то дорогие маркеры вы можете под для проб что я знаю что люди могут купить попробовали чего-то испугались подумали не мое и кинули эти маркеры все и больше они к ним не подойдут может быть когда-нибудь вернуться и понимаете покупать за бешеные деньги дорогущие маркеры чтобы потом они у вас зажали мертвым грузом поэтому учиться можно совершенно на любых материалах в плане маркеров потому что вот я рисовала и тачами тач нью китайскими с них начинала у меня еще их очень много смотрите я залила более темным оттенком и теперь пока еще влажный листик я уже такую пятнистость даю этому листочку но потом мы дадим ему подсохнуть в принципе тут уже с этим листочком особо ничего делать уже будет не нужно единственное что надо всегда ждать пока подсохнет слой когда слой подсыхает с маркером он немножко высветляется вот и либо вы будете видеть что нужно добрать еще оттенка вот здесь такой достаточно контрастная контрастный листик темненький деревянный и вот так вот просто вы задаете пятнами неоднородную такую вот заливочку делаете а потом мы просто прорисуем то есть тут как видите есть такие полосы более светлые и вот мы их фактически здесь и намечаем по вот этому вот движению как бы по спило так если будут вопросы пишите я так поглядываю периодически но не хочется затягивать вечер слишком долго на рисовании здесь я уже сразу намечу небольшую тень и здесь вот это вот углубление потом всегда тоже говорю что очень трудно испортить Ваня Ваня очень сложно испортить скетч на самом деле вот смотрите у нас уже объем у яблока достаточно хорошо считывается и мы можем уже она немножечко подсохла вот кисть браш да так вот видите ею конечно вот этой кисточкой очень здорово прорисовывать фактуру я вот эту вверх вот этот вверх прорисую сейчас самым светлым маркером я взяла 112 он практически такой же как этот 83 можно взять этот же 83 который мы уже перекрывали желтый оттенок то есть допустим то есть мы таким образом сокращаем нашу палитру оттенков и проходимся им же смотрим как у нас идет движение не забываем что вот эти вот кольца вот эти которые насадочки они идут по форме то есть помним что если мы посмотрим на яблоко сверху мы увидим круг а круг в перспективе как сокращается да в зависимости от уровня нашего глаза в данном случае вот этот вот круг где-то вот тут у нас уровень глаз мне кажется находится то есть поэтому мы практически не видим верхушки яблоко а здесь вот немножечко видим вот это вот углубление как бы не углубление вот наоборот то есть если мы сверху смотрим вот круг да а если мы уже смотрим в перспективе вот как мы смотрим то наш круг становится эллипсом и вот этот вот часть допустим которая ближе к нам вот это вот у яблочко она уже будет вот такая выгнутая если же мы видим что вот если например с цилиндром или с каким-то овалом если это вот этот круг на уровне наших глаз становится прямой линией значит это наш уровень глаз то есть где-то примерно если линию посмотреть вот эта линия мне кажется самая ровная вот это вот но это если уже очень так вдаваться здесь плохо все видно референс достаточно такой то есть из этого референса можно взять только идею а вот уже с цветом работать самостоятельно и додумывать вот я беру то есть я пока не беру контрастных никаких темных оттенков я работаю практически этим цветом вот немножко я поработала здесь потемнее взяла но он будет потом еще темнее и мы идем от светлого к темному постепенно здесь смотрите вот тут вот хорошо нам видно тень падает вот эти вот кольца они хорошо отсвечивают от света здесь у нас фактически то же самое будет при том свет мы учли примерно как здесь но работать мы будем чуть-чуть так как нам удобней здесь мы видим эту фактуру здесь можно будет еще чуть-чуть добрать тени и вот здесь вот уже следим за тем как идет рисунок сам непосредственно этой древесины и светленьким не прям сплошными линиями обратите внимание хорошенько рассматриваете как идет эта фактура то есть вот здесь вот если верхняя часть яблока она более-менее такая однотонная то уже вот эта средняя часть она очень текстурная то есть здесь читается рисунок дерева а вот эти вот кольца поперечные это уже можно будет доработать каким-то белым например карандашом мне сейчас очень нравится смешанная техника в маркерах еще дорабатывать карандаш и вот эту вот линию я здесь наметила достаточно такой выгнутой я ее немножко выравниваю смотрите то есть она вот как мы и сказали она примерно будет у нас на уровне наших глаз и следим за нашим рисунком прорисовываем эти вот линии и смотрим где какая самая яркая линия мы по ней пройдемся еще раз с этим же маркером пока работаем одним маркером и помним что примерно до трех слоев можно накладывать одним и тем же оттенком но ждите пока подсохнет если не подождете то эффекта такого не будет то есть надо подождать пока подсохнет маркер и потом накладывать второй слой этого же то есть фактически покупая один оттенок маркера добавляя послойно первый слой потом накладываете второй это уже считаете по палитре это уже второй оттенок и потом добавляете третий это уже третий оттенок почему все скетчеры советуют покупать маркеры по светлоте через один через два номера то есть не нужно скупать всю палитру а именно по вот этой вот из-за того что пигмент имеет свойство накладываться поэтому то есть фактически мы сейчас с вами накладываем такой как бы черновой такой вариант наших полос нашего рисунка мы здесь учитываем вот эту вот вот эти вот кольца которые как бы насажены на что-то то есть такая вот здесь фактура и потом учитываем рисунок пока рисуем одним светлым маркером таким образом вы не запутаетесь вы наоборот начинаете постепенно чтобы не испортить ничего чтобы нигде ничего не пережать не передавить и повторяем вот эти вот внимательно смотрим на эти линии куда они идут посидите посмотрите и все будет получаться так если ей будут вопросы пишите и вот здесь вот но надо еще учитывать и то что цвет у самих этих волокон может отличаться и если вы уже видите что где-то действительно поярче посильнее там уже можно на тон то есть постепенно постепенно точно так же усиливать цвет вот здесь чуть-чуть подсыхает я еще раз добавлю но здесь уже можно брать на тон темнее так чуть-чуть у меня тоже угол зрения и вот здесь вот смотрим то есть мы пока намечаем рисунок и потом когда мы будем еще и еще добавлять мы вот опять же может быть даже этим оттенком мы все это еще раз объединим и пройдемся по свету по теням добавим блики добавим тени нашему яблоку помним если свет отсюда то тень будет у нас здесь если свет теплый то тень как правило падает холодная но не забываем про рефлекс то есть наше дерево теплое желтое значит в тени будет еще опять же зависимости от того на чем наше яблочко стоит будет тоже рефлексировать давать оттенок этой тени и поэтому то есть в тенях тоже нужно достаточно не всегда тень будет при холод при теплом свете холодной потому что здорово может оттенять вот наметили немножечко фактуру дерева я сейчас пристану посмотрю что у меня выходит похоже ли оно на дерево кто со мной пишите что-нибудь спасибо за сердечки здорово приятно пишите кто со мной рисует так я беру теперь заметьте я ничего не прорисовала здесь ничего не рисовала кистью я все рисовала пулей вот все эти полосы рисовала пулей сейчас я возьму уже на тон попробую вот этим 112 ну хорошо когда вы перед началом работы подберете оттенки так привет всем кто присоединился приблизить листик не могу приблизить листик потому что листик у меня приклеен к столу чтобы я его не двигала я листик потом отклею покажу он у меня зафиксирован единственное что я могу сделать я сейчас попробую приблизить телефон сейчас вот так вблизи выглядит яблочко надеюсь надеюсь что видно так ставлю назад мою конструкцию вот и теперь я беру на тон темнее я пока беру вот этот вот 112 и смотрите я не беру кисть я хочу показать что можно и без кисти обойтись да кисть это тоже круто я очень люблю кисти сейчас я постепенно меняю ассортимент то есть я хочу покупать маркеры скетч маркерс браши и покупаю тачи вот уже вот затариваюсь постепенно новыми оттенками то есть патентейты скоро у нас тут тоже в беларуси закончится я беру только браши теперь потому что браш он конечно дает больше свободы творчества больше возможностей и какой-то больше живописности что ли вот как мне кажется то есть и смотрим теперь вот повторяем пятнышки то есть немножечко постепенно то есть в чем заключается реализм это конечно вот в такой вот проработочке этих пятнышек но и смотрите я сильно их тоже не жую то есть за счет разности за счет прерывистой линии за счет хорошо подобранной светотени да здесь я никакого блика не оставляю а здесь мы еще добавим потом карандашиком и вот так вот чем вы лучше рассмотрите и ознакомитесь с тем что вы рисуете отчасти поэтому очень здорово рисовать с натуры вот я недавно рисовала ключи с натуры но это очень здорово то есть натуры намного информативнее рисунок приятней а главное что конечно же никто ваш рисунок не перерисует потому что ни у кого таких например чего-то там нету если вы хотите быть индивидуальностью то все таки с натуры это здорово да конечно пинтерест он тоже светится прям кучей крутых очень много там классных фотографий я тоже частенько беру оттуда идеи рисую по референсу но стараюсь все таки все меньше все меньше и меньше если что-то хочется как-то своего то я больше стараюсь я фактически смотрите прохожусь этим более темным маркером по тем же местам по тем же линиям что уже ходила то то есть фактически светлый маркер он как как наброс как карандаш простой для нас как набросок который мы всегда можем если что перекрыть более темным оттенком и он исчезнет то есть ему его не будет видно и вот так постепенно от светлого к темному мы переходим здесь даже вот в этом дереве да здесь я не советую использовать линеры они здесь совершенно не нужны здесь достаточно мягкая такая текстура идет немножечко немножечко вот эти вот края если вы видите что как-то нужно куда-то завести эти линии все нужно делать тоном не полосками то здесь у нас полоски только явные в этом вот в рисунке передний план у нас полоски четче всего читаются и обратите внимание что с краю эти полоски они уже как бы такие смазанные вы это все то же самое проделываете таким образом у вас фокус будет там где надо на центре вашего яблока все что уходит все что уходит у нас за границы уже немножечко стирается смазывается здесь вот будет самое темное место как и на референсе но не забываем что вот тут у нас будет вот здесь можно еще потом пройтись но доберем сначала контраста в полосках и то есть подтягиваем параллельно нашему рисунку подтягиваем и свет и тень то есть всегда об этом помним всегда помним раз свет отсюда значит вот так вот у нас проходит здесь теневая часть вот здесь тень уходит по что-то еще форма яблока определенная то есть вот они идут лучи да вот здесь вот еще будет полутень вот как луч идет а вот это уже будут самые такие теневые места у нас вот здесь в нашем яблочке набираем еще немножко тени и таким образом мы наши яблочко объединяем все вот эти вот полосочки в одно целое они не будут выглядеть какими-то инородными по тени я еще раз видите я не боюсь что они пропадут они свою роль все равно сыграют тон моего маркера накладывается и вот я по тени еще прохожусь и сохраняя таким образом объем нашего яблока так сейчас посмотрю что может быть мне что-то писали так так на текстура уже считывается и когда будет более что-то контрастнее она будет еще еще более читаться так так я взяла еще потемнее это такой 114 стайл файл маркер немножечко поработаю с нашим листочком насколько можно прорисовывать тонкие линии любым любым всем чем только у вас есть здесь немножко дам тени и здесь добавляю тоже по тени здесь будет у нас тень и еще будет у нас тень между яблоком и тем на чем стоит оно и вот здесь вот я прорисовываю еще раз иду по этим по этим нашим полосочкам и больше уже я на них прорабатываю их больше вот тут более четко то есть я уже туда в конец пока не лезу потому что здесь уже играют и предыдущие слои они уже просвечиваются фактура это уже считывается она там есть здесь еще какие то есть вот такие вот поперечные какие то то есть вот опять же эта тень падает от вот этих вот здесь фактура интересная достаточно яблоко полосы себе цветные а еще есть сама фактура какая то брошированная себе вот здесь я думаю можно взять уже что то по контрастней вот смотрите чуть-чуть проработаю кисточкой насколько тонкий край дает тоже нам прорабатываем свободу действий и еще чуть-чуть здесь проработаю с нашей веточкой прорабатываем прорабатываем с кистью конечно вот это вот возможность плавного перехода какого-то вот пятна такого более уверенного и тонкая проработка кисть что делает то есть вот на листике я поработала конечно вот здесь яблоком соблазн включиться проработать текстуру но попробуем удержаться и я рисую широким долотом не везде где то какие то вот места наиболее яркие я прорабатываю добавляем немножечко совсем то есть нигде ничего мы главное не переборщить но даже если переборщить всегда это можно убрать с листа высветлить блендером высветлить более светлым маркером размыть но если вы используете линер и захотите потом от него избавиться вот тут уже не получится то есть линером не советую линером уже на крайняк брать его если вы уже уверены что да он здесь очень будет нужен только тогда потому что линером каким то цветным наподобие вот вот таких вот сейчас вот я для себя нашла такую больше проработку деталей можно карандашом мне очень нравится сейчас немножечко пристану посмотрю что у нас тут вот так вот немножко сравниваем что у нас получается и в принципе уже объем читается у меня пока такое достаточно светленькое яблоко но возможно что его темнить и не стоит хочется мне вот здесь добавить не мешает до ужаса этот хочется здесь чуть-чуть мне добавить объема сейчас я посмотрю на него сверху здесь мне очень хочется добавить яблоко кусок ну так вот вы и работаете встали посмотрели сравнили и доработали и не бойтесь ничего самое главное это побольше рисовать конечно спасибо большое так дальше можно конечно еще много чего тут доводить но я бы вот все таки еще немножечко прошлась более темным то есть вот хочется еще добрать и объединить работу с яблоком и добрать немножко тени может быть темновато сильно взяла но здесь хочется мне еще тени и чуть-чуть ее сейчас вот мы более светлый размыл более темный маркер но опять же это тоже добавляет своего определенного какого-то плюсы какие-то у этого есть ничего не пугайтесь никогда дорабатываем опять здесь у меня суфлер маленький помогает музыкальный аккомпанемент у нас так чуть-чуть добавляем еще здесь мне хочется еще немножко сюда добавить вот самое светлое у нас здесь оно у нас и будет здесь самым светлым так и теперь можно попробовать поработать чуть-чуть карандашом то есть вот я попробовала сейчас и детскими порисовать фактически тоже как доработка такая чуть-чуть я прорабатываю карандашиком обычно какой-то коричневый взяла сильно им не давлю не прорабатываю можно также и тени очень здорово прорабатывать карандашом единственное что если вы будете поверх этого карандаша пастельным рисовать то он может не прорисовать немножко проработаем здесь текстурку дерева и вот как то вот вы все время смотрите сравниваете и дорабатываете яблочко чем хорошо карандашом тоже можно прорабатывать тоненькие линии и 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 то же самое можно сделать и просто более темным коричневым маркером то и 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 аботали так теперь можно добавить тени как я уже говорила тени такие достаточно холодные при теплом освещении. я возьму возьму наверно попробую а 100 сильно много тени я здесь не буду делать так сейчас возьму еще потемнее немножко самая темная будет вот здесь здесь будет самая контрастная темная тень и помним что у нас такой желтое такое яблочко и она будет тоже немножечко здесь добавить рефлекса немножко его желтизны чуть-чуть можно добавить вот для красоты можно еще поработать не стали гелевой ручкой и здесь у нас еще вот есть вот эти поперечные линии вот здесь вот они так читаются интересно здесь уже можно карандашиком немножко их где не видно все у меня и здесь дети вот тут такие есть все обратите внимание есть эти полосочки такие как можно беленьким и можно еще немножко высветлить самую светлую часть здесь у нас будет падать свет здесь не видно можно белой гелевой ручкой проработать именно вот эти вот более так тонко добавить какой-то фактуры но не сильно и вот здесь тоже если это обратить внимание здесь есть тоже какая-то такая фактура так уже в другом направлении яблочко достаточно такое интересное немножко встаю сейчас сфокусируется вот принципе если так по быстренькому то в принципе вот суть суть рисования яблочко такого можно еще чуть-чуть здесь поиграть с карандашиком то есть тут поиграть с переходами где-то больше такого желтенького очень здорово где-то еще что-то вот добавить то есть все работает достаточно интересно карандаш маркер в комплексе не надо бояться их комбинировать очень даже это очень здорово можно еще здесь немножко то есть если есть время и желание если вы любите копаться в деталях то можно еще поработать с фактуркой только не перебивать и не использовать линер данном случае можно нечаянно его этот линером этим линером можно все перебить на себя внимание на себя заберет и потеряется яблоко вот привет то присоединяется ну в общем то я уже с яблочком и закончила можно еще поконтрастнее здесь просто у вас с экрана по-другому немножко это яблоко выглядит лучше смотреть на него когда она рядом так она вот как я вижу в экране она смотрится по-разному эти два яблока но когда я смотрю так в живую то они хорошо похоже достаточно похоже вот так что особенно у меня я начинаю видеть разные там нюансики подправлять особенно когда я уже выключаю камеру заканчиваю говорить и я могу подправлять подправлять что-то добавлять побольше то есть больше уже свободы и я начинаю больше сравнивать и отправлять каких-то деталей но конечно такие фактуры здорово рисовать кистями когда браж вот этими вот они дают проработать и точечки вот если участвуют немножко какие-то вот детальки вот заодно мы сравним но в целом моя все это яблоко нарисовала практически долотом и общий фон заливала и но кисти конечно тоже дают свои плюсы бесспорно это здорово вот в принципе можно и заканчивать такой быстренький эфир потому что вот не именно захотелось порисовать такое яблочко в эфире но тут почему-то у меня что-то не берет уже бумага мой пигмент уже не впитывается вот все ребята спасибо всем кто пришел сегодня это такой у меня коротенький эфир я попытаюсь сейчас все сохранить ровненько час у нас ушел на такое яблочко и будет приятно если вы будете его рисовать по эфиру и выкладывать отмечать меня мой аккаунт я буду репостить к себе в stories с удовольствием я нарисовала сейчас я отклею листик покажу вам надпись ну то есть мой аккаунт не помню если у меня хэштег давайте еще сейчас запишу хэштег юлениум онлайн покажу вам поближе немножко работу и как раз час мы с вами вот такое яблочко вблизи с фокус соберется вот такой вот у нас яблочко и вот такие вот у нас мой аккаунт и можно на этот хэштег юлениум онлайн и юлениум арт вот пишите вопросы в директ если есть я выложу это яблочко сейчас в пост пост и можете под постом писать вопросы и писать чего-нибудь мне может пожелание что вы хотите чтобы мы порисовали в следующий раз может чем-то какие-то сложности будем выбирать какие-то вот такие простенькие быстрые скетчи и рисовать почему нет то есть на три часа размусоливать эфир очень сложно поэтому в принципе за час мы прорисовали достаточно быстро вот такое вот яблочко у него читается объем него есть тень то есть достаточно такой быстрый результат вот спасибо ребята что пришли было приятно порисовать вашей компании всем пока пока